Как бы этот вопрос, я вам сказала, что выбрала самые такие часто задаваемые вопросы. Но этот вопрос я получаю на чуть ли не каждый день. С чего начать, Инна, с чего начать, с чего начать, с чего начать, куда обращаться. Еще раз, я конечно, мне этот сайт должен платить, конечно, какие-то бенефит, какие-то что-то. Но сайт иммиграции Канада, то есть государственный сайт, ну, так не хочет. Citizen, CIC, GCCA должен мне платить какие-то бенефиты за то, что я так много про них рассказываю. Значит, это сайт, ваш источник, причем такой проверенный источник. Вы почему можете доверять? Потому что я могу сказать, что даже, ну, наверняка, конечно, агентства, вот все, которые занимаются иммиграционными вопросами. И, кстати, эти агентства тоже, да, они как бы не патрулируются, как бы они находятся под контролем определенным. Эмбасси, господи, как оно будет? Посольство Канады в каждой стране. То есть не то, чтобы оно, конечно, оно не может все полностью проследить, но из-за того, что очень много было обмана, и не было, было, есть и, наверное, будет, из-за того, что все это есть, то, по крайней мере, я знаю, что по Израилю было очень выставлено четкие рамки, было сказано такое постановление, что все агентства, которые хотят продолжать заниматься или занимаются иммиграцией в Канаду, должны иметь определенные лицензии и разрешения работы в этой области. И поэтому очень многие конторки прикрылись и остались как бы достаточно легальные, большие, крупные конторы. Но дело даже не в этом. Я понимаю, что это не во всех странах пока что еще как бы работает, и все равно всегда есть всякие лазеечки, которые там где-то как-то что-то кто-то делает. Поэтому, ребята, во-первых, начинайте учить английский. Если вы собираетесь ехать в Канаду, начнем с того, что начинаете учить английский. Таким образом, вы можете его сразу практиковать на этом сайте. То есть вся информация, естественно, здесь на английском или на французском. Видите, здесь можно на французском это узнать, потому что это второй язык в Канаде государственный. Но так как пока что французский, я думаю, если вам не надо ехать в ПБК, вы не учите, то английского вполне достаточно. И английский здесь, поверьте, очень простой. Они понимают, что дело идет работы с иммигрантами в основном, этот сайт. И, естественно, понятно, что людям нужно понимать то, что они читают. И, поверьте мне, они не пытаются это как-то усложнить и заковеркать для того, чтобы вы не поняли. А наоборот, выложить самым простым, самым доступным образом, самым понятным для людей. Наоборот, чтобы больше людей приехало в Канаду. Потому что, поверьте, Канаде нужно очень-очень много людей. Вы заходите, ну, например, если на Джоупс или иммиграцию, как правило, вас это приводит к одним и тем же, как бы, ну, в одни и те же колонки. Поэтому, неважно, через здесь я зайду или через здесь. Ну, допустим, вот иммиграция, или, допустим, если вы хотите работать здесь или учиться здесь, да. Ну, допустим, вот многие у меня все по работе, по работе, по работе. Ну, давайте, допустим, давайте все-таки иммиграция. И здесь у вас идет сразу. То есть, другими словами, здесь вы сможете найти информацию, как иммигрировать в Канаду, как защитить себя от обмана и что вам, чего вам ожидать по прибытию в Канаду. То есть, здесь есть вся информация. То есть, сайт просто уникальный. Я просто каждый день захожу, каждый день что-то новенькое себе читаю. Кстати, скажите, почему я захожу сюда? Ну, во-первых, благодаря вам, мои дорогие зрители, потому что зрители мои, кто меня читает и смотрит, и задает вопросы, конечно, я не все знаю, и иногда действительно есть вопросы, которые меня тоже, как сказать, интересуют. То есть, вы меня что-то спрашиваете, я думаю, действительно, а как вот это работает? И я иду сюда, потому что это самый проверенный источник, этому можно доверять. Они каждый день обновляют что-то, добавляют. Значит, вы можете как-то, how to migrate. Вот сегодня вы сидите дома и вы говорите, а почему бы нам все-таки не уехать? Или, например, вы говорите, мы хотим уехать. Блин, а что же делать? Куда идти? В какие двери стучатся? Заходите на сайт emigrate to Canada. Поехали. Determine your eligibility. Эллигибилити сразу apply to emigrate. И проехали. Это protect yourself from fraud. Тут прочитайте, чтобы вас не обманули. Здесь, как вот видите, learn about using a representative, представители ихних. Ну, давайте determine your eligibility. Подходите ли вы вообще, то есть до того, как вы хотите apply, то есть до того, как вы хотите заполнять уже и все. Вы должны проверить, а вообще я подхожу? Что я вообще, допустим, мне столько-то лет, я живу в таком-то месте, у меня такая-то профессия, или у меня там нет профессии, или у меня столько-то лет работы. И что, как бы, как это все будет идти? Заходите сюда. И поехали. If you are admissible. И тут, как бы, перечисляется что-то, трали-вали-поливали. И здесь у вас сбоку идет apply. Ну, как бы вы прочитали, там, криминалити, там, health grounder, та-та-та-та-та-та-та. Естественно, больные люди никому не нужны, и криминалы тоже никому не нужны. Ну, допустим, apply. И у вас здесь есть. If you already know which program you want to apply for, find out how to do so below. И здесь есть все программы, видите, которые сейчас актуальны. Federal skilled workers, Federal skilled trades program, Quebec selected skilled workers, Canadian experience class, Start-up visa, self-employee personal program, Family sponsorship, provincial nominers, л-л-л-л-л-л-л-л-л-л-л. Допустим, Federal skilled workers. Во-первых, видите, note. У них здесь есть. То есть, какие-то что-то поменялось, что-то изменилось. Тут объясняется. Who is a federal skilled workers? What a language is requirement for federal skilled workers? Program applications? What is a regular... Так, не важно. А ну-ка, нет, я не хочу это. Вы знаете, что я не хочу это? Потом, видите, можно проверить, как уже процессинг, какой у вас идет, в каком этапе находится ваша форма, если вы его заполните. Какой следующий этап. И уже, если, когда вы пройдете все этапы, подготовиться к прибытию. Но это не важно, не сам факт. А ну-ка, знаете, что я зайду здесь. Find job in Canada. Нет, нет. Нет. Вот это то же самое. Immigrate to Canada. Federal skilled workers. Посмотрим. Ага, вот здесь я заходила, да. Ну, не важно, вас это в конце приведет. На каком-то этапе, когда вы будете плавиться, вас это приведет. Я просто так, скажем так, тупо хожу, гуляю по этим страницам. Но вы, когда будете конкретно искать, по какому визиту, там, worker study, или что вам нужно там, то вы найдете, что вам надо. Federal skilled workers. Что нужно? English and or French skills, education, work experience, and other factors that have been shown to help them prosper in Canada. Значит, смотрите. Вот еще мы не дошли до того, determine your eligibility, но вот это вы должны уже с языком. Если вы понимаете, что вы не знаете ни одного из языков, то есть вы понимаете, для начала, перед тем, вы продолжите, что вам нужно учить язык. Education. То есть, если у вас нет никакого education, то эта программа Federal skilled workers вам вообще не подходит. вам нужно смотреть вот страницы, на которых мы были до этого, смотреть другую программу, может быть, какую-то провинциальную. Вам нужно каждую программу будет проверить. Дальше. Work experience. Если у вас experience именно по вашей работе. И другие факторы, которые могут помочь. Ну, например, я могу принести один из факторов, это дети, да, вот дети вам дают плюс. Окей, еще дают дополнительные баллы. Теперь, find out if you are eligible to come to Canada. И что они здесь спрашивают? Здесь у них идет basic eligibility, тетрали, вали, минимум, та-та-та, все перечисляется. Но самое главное, вот, допустим, здесь первый подпункт. National occupation classification. Нет, не это я хотела показать, вот это. You have this work experience in one of the eligible occupation. То есть, список профессий, грубо говоря, которые нужно, чтобы вы были, то есть, мало того, что, окей, вы сказали до этого, да, я знаю английский, у меня есть образование. А теперь вы смотрите, вот то образование, которое у вас есть, та работа, на которой вы работали, здесь ли прописана она где-то. Вот это лист, тот лист профессии, о котором я говорила. Вот так вот. Потом они разделяются, skill type O, A, B. Окей, это management occupation, professional occupation, technical occupation and skill trades. Так они делятся. Просто можно, я так проскочу. Senior managers, financial communications and other business services. Purchasing managers, да, то есть, все, что связано с, вот, логистика, склад, да, тоже, вот оно сюда, к purchasing management, закупочное, да, financial and investment analyst, civil engineer, да, то есть, гражданская инженерия, mechanical engineer, electrical and electronics engineer. Обратите внимание, инженеры, да, это все инженеры. Ну, петролиум, это понятно. Nursing coordinators and supervisors, да, то есть, все, что связано с этим. Nursing, это медсестры, медсестры, медбратии. Physician, ну, это врачи, естественно. В общем, психологист, translator, терминологист and interpreters, не знаю, early children, education and assistance, понятно вам, то есть, воспитатели, early children, childhood education and assistance, то есть, воспитатели и помощники воспитателей, пожалуйста, требуется, то есть, вы должны быть и по образованию, естественно, и с опытом. Но если, кстати, нет, вот в моем том колледже, ТАФ колледж, то есть, вы видите, да, вот эта профессия на сегодняшний день находится в списке. Может быть, завтра ее уже не будет, но сегодня она актуальна. Идете в нашем ТАФ колледже, у вас есть программа, EOLOGY, Childhood Education, пожалуйста. Видите, идете, учитесь, получаете местное образование, получаете язык, получаете местную корочку и вперед, поехали. Я не знаю, правда, как это будет оплачиваться, но вот как-то так. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.